салам алейкум никит благодарю тебе еще раз за выделенное время никиту многие из вас уже знают он у меня был не раз мы обзор делали на его этот белоснежный наш первый обзор да наш первый обзор был именно про его карнивал ну мой пять лет уже после года до сколько лет уже напомни по моему 19 я уже точно не помню 19 уже пятый год а тоже пошел ну там разница примерно около года кажется не больше напомни ну все знают что это бензиновый 3 3 мотор комплектация как и у меня лимузин автомобиль 18 года ну его уже не дизеля бензина с дизелем сравнивать неправильно поэтому я не буду говорить здесь рест или дорест но по ходу вспомнил ребята наши карниваловоды видели твой автомобиль в колесах в объявлениях кстати меня многие спрашивали куда он делся кто его купил поэтому я говорю он передумал продавать ездить до сих пор и радуется то есть давай сам ответь что стало причиной продажи во первых все спрашивают почему ты его хотел от него избавиться типа я говорю это не избавлялся но и почему передумал продавать был период где были идеи там обновить машину и потом то есть решил оставить потому что машина в принципе беспроблемная и как как бы просто цели поменялись планы поменялись и машина осталась у меня но это уже примерно года прошло как ты добавил бой больше 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 это это два года назад был то есть и ты уже насколько я знаю проехал на ней сколько напомню больше меня уже в разы кажется 160 тысяч ты проверил пробег я я на ней проехал 130 тысяч когда я брал у нее было порядка что 30000 пробегу блин я на своей проехал где-то 60 он серьезно за пять лет да я очень много езжу и на самом деле очень быстро эта машина блин вот честно она наверно такая самым максимально эксплуатируемая из тех автомобилей которые у меня были и то есть практически каждую неделю на на трассу может быть два-три раза в неделю в трассу я вообще не знаю как ты ее взял после твоих секвой кстати у него там каких только джипов не было и после секвой там пересесть на минивэн и потом ездить опять по тем же маршрутам внедорожным там на востоке ты сколько раз уже гора опять же тут уже если голова есть тут и уже не лезешь туда куда ты полезешь на джипе но в принципе почему я на такую машину пересел как бы большой джип хорошо но когда ты много ездишь первое это расход естественно который 25 кто бы там ничего не говорил сейчас уже оценил 16 18 он будет 23 25 не меньше если ты будь там 160 170 давите вся вся тридцатка будет твоя бы вы ты на дизеле в ты бы еще больше обрадовался расходу сыр ну то есть до сказали астана боровое если ты в нормальном в обычном режиме там порядка 120 едешь то есть ты на баке может туда-обратно скататься но ты 120 не ездишь я с тобой пару съездил минимум и 180 нет нет садик бокс кстати расскажи про бокс вот сейчас вот у нас сегодня тема про бокс он же был родной скорее да этот бокс бокс был родной да скорее он был с машиной когда это оригинальный авто хэйм у меня не оригинал то есть реплика но не но сделан по образцу авто хэйма и вот насколько я знаю собираю информацию вот идет первый авто хэймы шли без обтекателей то есть потом обтекатель уже кто-то говорит что начали отдельно покупать у других кто-то говорит сам авто хэйм начал их производить не знаю тут очень мнение расходятся и вот сейчас хотим сравнить оригинальный авто хэйм и мой который я купил совсем недавно пластик внутри ну по габаритам даже так видно вроде способ открывания у них одинаковые ручки висят практически одинаковые там ремни амортизаторы вижу ну как бы много схожего да кстати пока не забыл стой пока не забыл я тебе скажу касательно обтекать торжественно вручаю вам ваш заказ вот ваш обтекать спасибо белоснежного цвета разога обтекатель вещь нужная почему нужная потому что ну вот видно по боксу если ты едешь много по трассам он я не заметил будет весь побитый мелкими камнями и всем остальным сразу вопрос можно на скорость вот у меня да я когда первый раз в ливень конкретный попал у меня попала водичка туда вот именно я на мойке мыл сегодня после мойки вот я бил со всех сторон сухо а именно когда в движении я не знаю может там как-то даже с моим обтекателем вот передней части водичка попала нет у меня такого не было у тебя вот смотрю тут как бы пыль что-то все равно попадает да у пыль по левому попадает пыль будет ну то есть туда не так часто я скажу заглядываю у меня в боксе лежит запаска полноразмерный баллон на 19 ну да сейчас мы его покажем я вижу то есть он всегда лежит потому что здесь то в комплектации нету запасного колеса и вот этот набор который там есть и не совсем ты себя надежно с ним чувствуешь если тебя где-то порвет по покрышку не просто ты и пробьешь ты им просто не спасешься и останешься на трассе согласен это полноразмерно это мой зимний баллон к 300 235 55 19 до 19 вот вот отличие вот первое сразу скажу вот эта вот штука у меня ее нету вот тут видимо у тебя вода и затекает ну возможно да хотя у меня обтекатель лишь стоит у тебя обтекателя нету у тебя спасает вот эта штука видимо это да еще изобретение обтекателя дефлекторов предусмотрели такую штуку я у себя сейчас тоже покажу что я сделал я там такую этот так я вижу еще у тебя вот такую резиновое уплотнение у меня его нету у меня просто пластма но у тебя зато край вещь просто вверх а у меня загиб идет сейчас мы эти отличия все покажем плюсы минусы сразу озвучить из минусов если ты две стороны сразу открыл очень тяжело закрыть бокс назад прямо реально нужна физическая сила и причем такая немаленькая либо два человека который с двух сторон сразу надо я не рисковал но я думаю на этом такая же история это раз проблема и пару раз у меня были проблемы с его открытием потому что ввиду того что я много мотался по трассам просто внутри разболтался механизм который вот этот запорный там штанги а от центра иду да да и просто не от замка это оторвались это было прямо мучение то есть одна сторона оторвала старая нет и мне пришлось ставить домкрат подымать там подлазить проволочками чтобы его вскрыть проблем прям да они вот от центровины могут отваливаться они там на шплинтах держатся и когда видимо долго ездишь где-то по кочкам такое может быть а не смотрел эти замки отдельно продаются вроде кажется не смотрел вообще а так еще все бокс и бокс ну максимальная скорость сколько ты вот ездил с этим боксом без него получается вообще не ездил но твоя максимальная скорость сейчас какая которая да 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 210 210 больше 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 это мужчина не ездит 210 получается еще и без обтекателя да без ну я думаю она больше наверно скорость я с такой скоростью не езжу но по просто после прошивки машины я попробовал то есть там удалили speed control я пробовал будет она ли разгоняться сколько не будет да она идет 210 не быстрее и ну как бы на сильном ветру минусы бокса он играет на ветру и этот шум есть прям пластик сыграет так вот друг другу прям вот поставим дефлектор обтекать это же первый же выезд на трассу ты дашь потом я потом напишу или в комментариях или в следующем видео выложу разница будет с обтекателем или не будет именно ты что-то почувствуешь я не почувствую я думаю разницы большой не будет играют боковины все все равно плане пластика сами производители говорят что без дефлектора есть ограничение по скорости там 110 или 120 что ли но с дефлектором скорость гораздо увеличивается поэтому ну как бы это сам производитель говорит ну не знаю хотел родной мне кажется можно ездить и никаких проблем нет и не было кстати у никиты лимузин без люков существует предположение что версия без люков на 5 сантиметров выше то есть внутреннее пространство чем у версии с люками у меня два люка у никиты без люка и в конце мы замерим рулетка я захватил нам рада это или не нам нужен третий карнивал у которого вместо бокса потолок а хай лимузины вещи да ну там понятное дело что ну найдем надо будет так счет заглянем теперь будем сравнивать ты сейчас будешь снимать там пыль мусор и грязь я хочу сказать что 5 лет недавно с 2019 года никто там не убирался и никто там даже не пылесосил не то что вот просто закинули то что лежит там вот лопата запасное колесо так ну вот первое отличие то что я назвал вот это вот штука которая здесь у меня нету потом вот вещь я тебе говорю я вот такую приклеил после этого как бы проверил вроде вода не попадает у тебя стоит распорка здесь и механизм замков другой другой до механирую механизм замков штанга такая более плоская здесь они такие вот как круглые стоят такие рычажные да и вот сюда надо будет с этой стороны как бы снять попробовать так вот да вот они вот такие вот рычаги они двигаются замки застегивать там немножко другие у тебя замки у меня вот эта часть здесь типа драпа у тебя просто пластик да 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 вот я да это тогда еще заметил что у тебя и сверху и сверху кажется тоже что-то или а не он как стекла не окно я нет сверху стекла волокно да а снизу я вот стилю туда вот в этот белый утеплитель ну то есть на шумку он будет влиять если чего-то будет болтаться мне кажется и будет скользковато немножко внутри будет ним так ну в целом получается первое отличие вот эта вот штука типа замена обтекателю защита от воды и насекомых ну пыль видать чуть попадала ну посмотрим потом вот это вот обшивка второе отличие замки отличаются ну вот такая система вот отсюда видно тут вот такой вот замок так вижу 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 разницу все понял потом чё еще ну по два амортизатора спереди и сзади а у тебя распорки нету получается да у меня распорки нету тебя поэтому может боковушки у тебя и играют ты говорил может быть из-за этого ну нет мне кажется верхняя часть все равно играет тут смотрите блин у него тут ты все это возишь этот гараж да на колесах на крыше получается вот сама запаска полноразмерная она не гуляет у тебя просто на ремнях и все ну на ремнях привязан и больше никак не фиксировал там зачем она там нормально лежит тоже мячик ну в принципе вот кажется отличие вот способ крепления такой же в принципе вот как и у нас на шпильку скручивается адаптер такой переходник и вот в четырех точках крепится а вот еще вот отличие сказал вот эта резинка тут она получается так одевается а у меня просто пластик вот путь загиб у меня здесь металлические у тебя пластиковые вот эти штуки а петлю куда петли да и то есть ними нужно быть аккуратнее потому что ты их можешь просто если чего-то не так он встал резко закрыть их можно разбить особенно зимой на морозе вот это я уже сразу минус вижу этого а здесь смотри с ними здесь металлическая что-то те а вот эти железные да 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 все принял в общем холод надо аккуратно закрывать да это не за опытом нам на морозе вот кстати комплектация без люков никиты у меня с люками и вот мой бокс тут вот такой вот пластик края это я уже сам приклеил ну принципе сейчас у меня тоже ничего не попадает замки вот такого исполнения и вот эти вот пластиковые петли мы посмотрим как она покажете дальше холода по размеру кажется одинаковая да что длина что высота я думаю да длина у тебя примерно до так у меня получается да они одинаковые да 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 по габаритам по габаритам вроде они абсолютно по моему одинаковые да они потому что сделаны по одному этому как он называется образцу у них один этот знаешь вот этого у неоригинального пластик немножко жестче сам по жесткости смотрю по жесткости да а кстати я хотел до пласти вот этот пластиковым помягче он такое играть может бабу более такой а толщину толщина одинаковая кто живут но он как бы тоже нелегкий этот бокс видишь и узнавая один верхняя крышка она сделана из пластика а здесь покрыто стекловолокном да я изнутри смотрю она этот а так в целом в целом кажись одинаково и вот здесь все крепления их все видно там все крепления блин спрятаны под вот этим кожухом драповым и либо залитый стекловолокном там чтобы открутить его я не знаю надо еще так помучиться будет но да кстати я тоже кажется где-то или в ю тубе где-то я видел что все закрыто там да он он сделан так что туда лишний раз не попадешь стоит и стоит а так вот принципе ручки и ремни вроде все аналогично таки замки ну вот распорок то что нету минус и обтекатель комплекте не идет минус ну что друзья подведем итоги во первых это материал в принципе материал я вот больше всего боялся что мой бокс будет потоньше там как бы качество пластика совсем другое но меня обрадовало то что по толщине они практически одинаковые даже может быть из-за жесткости показалось что мой бокс чуть потолще именно пластик выполнен да со слов никиты опять же с его наблюдения пластик на моем боксе ему показался пожестче у него помягче ну видимо из-за этого у него и вот эта вот болтанка которую он говорил на больших скоростях не знаю опять же плюс это или минус может быть действительно жесткий пластик менее будет поддаваться вот этого деформации на скоростях не знаю не буду утверждать пишите ваше мнение в комментариях а так в целом по материалам до крышка верхняя как вы видели у него на оригинале покрыта как будто бы стекловолокном знаете изнутри прям видно эти волокна на моем же боксе крышка такая же какие самого основания принципе цельный пластик что сверху что снизу поэтому это вся разница но насколько стекловолокно улучшает какие-то качества я не знаю спорить не буду опять же все на ваш сутка говорится второй момент это крепление сам способ крепления одинаковые абсолютно на 4 шпильках через вот этот адаптер переходничок но именно как крепится видео мы не озвучивали но вы наверное заметили что на оригинальном боксе у никиты бокс ложится прямо на рейлинги а у меня между боксом и рейлингом идет вот такая мягкая полоса полностью по всему периметру до резинки вот это трубчатая резинка у него тоже есть но она мне показалось гораздо тоньше у меня на повыше возможно это из-за того что на моем боксе а между рейлингами и боксом вот примерно с пол сантиметра точно мягкий слой такой прорезиненной поролонки ну я думаю это плюс плюс в плане того что не царапается сами рейлинги не царапаются и опять же я не знаю и он не знает потому что он покупал машину уже с этим боксом он его не снимал блин может как-то запариться и снять его бокс посмотреть внутри у меня вы видели в прошлых видео что там идут полосы с этими поролонками по всей площади может в этом я уже забыл семь или восемь рядов и в длину и общем то есть там вот это вот шумоизоляция на моем боксе продумано принципе нормально на его боксе я не знаю раз нет вот это и вот изоляции между рейлингами и боксом значит скорее всего и нету между боксом и крышей поэтому возможно у него хорошая слышимость именно шумов от этого бокса на скоростях не знаю но это согласитесь своего рода тоже шумоизоляции она играет какую-то роль не просто так не только от царапин до крыши или рейлингов но и от шумов ну и плюс третий плюс они все-таки смягчают да когда у нас бокс загружен представьте у него там запас когда лежит на всякие железки вот представьте это вся масса там по любому дно пластиковое что у него что у меня она прогибается и вот все равно как-то вот это смягчаться должно я думаю вот мое наблюдение это мои умозаключения пишите в комментарии ваши третья позиция это дефлектор сам обтекатель сами знаете у него его нету у родных автохеймов у меня он идет в комплекте то есть обтекатель вы сами видели даже слышали с его слов что он нужен человек уже понял что он нужен я ему его привез по его просьбе у меня этот обтекатель сразу же установлен и в принципе вам не стоит объяснять с ним и без него какое отличие и его вообще необходимость поэтому это плюс конечно моему боксу то что он у меня в комплекте минус родному автохейму в том что его нету следующие замки опять же слышали его историю о том что отсоединился просто вот этот кулачок от этой тяги на моем замке никита заметил отличие ну как бы он так скептически сказал что возможно ну опять же это неизвестно хуже не хуже потому что модель моего бокса гораздо позднее вышла и возможно производители этих боксов сделали какие-то выводы на опыте родного автохейма вернее замков именно вот с этим же моментом по откручиванию да где у него планка оборвалась он не смог открыть бокс поэтому возможно мой тип замков даже надежнее я опять же предполагаю и в будущем если какая-то проблема с ней будет возникать обязательно с вами поделюсь но надеюсь что ничего такого не будет потому что на мои замках уже нету вот этих лишних соединений которые могут открутиться сами замки у меня спрятаны пластиковые такие корпуса у него часть замка и многие элементы спрятаны под обшивку вот этого днища которую вы тоже заметили вот такая я не знаю как этот материал называется замки замки ковролан не ковролан но какое-то покрытие есть внутри и чтобы ему добраться до них конечно приходится ряд вот этих лишних движений производить что он тоже озвучивал поэтому плавно переходя код именно к этой обшивке хочу сказать что да возможно это плюс да то что она у него предусмотрена но с другой стороны это минус плане того что если у вас что-то разлилось да если вы перевозите что-то то что не нуждается в таком подстилочки да то что тяжело добраться до кое-каких элементов да как бы вроде бы как бы плюс и вроде как бы минус да для меня это особо минусом не является у меня этой подсилочки нету родной но вы видели что я легко этот вопрос решил тем изоляционным белым таким как материал называется забыл вот оберточный материал может сказать мягкий который смягчает от которые используют в перевозке грузов хрупких грузов да я их два листа больше площади самого бокса я их смело использую как внизу поселил так и сверху когда захотел я его очень скидываю можно из ковролана купить вырезать по периметру захотел выкинул промыл пропылесосил там просушил там если что-то разлилось как бы ну я не вижу особой проблемы и это вообще для меня не критично еще внутри помимо этой подстилочки ремни для стяжки вещей по три ремня что у него что у меня спереди и сзади и по центру ну и две ручки аналогично все для открывания с обеих сторон что касается уплотнения по периметру да именно закрывание герметичность крышки к нижней части как помните прошлом видео первую проливной дождь у меня чуть водичка попала потом эту проблему решил дешевой копеечной полоской и сейчас все герметично ни вода ни пыль не насекомые не попадают поэтому этот момент у него все предусмотрено плюс но на моем боксе это все решается за копейки и я думаю это тоже не критично ну размеры габариты самого бокса у нас один в один длина ширина высота объем 600 литров поэтому тут все одинаково тут все на равных и в конце подытоживая самый главный показатель это цена стоимость моего бокса практически в два раза меньше чем стоимость его оригинального автохейма кота насколько я знаю даже дороже чем автохейм но стоит ли переплачивать x2 цену до двойную цену за отсутствие копеечного уплотнителя резинового отсутствие подстилочки и ну якобы крышка которая покрыта слоем стекловолокна но зато отсутствие дефлектора замки которые так скажем не вечные ну в общем есть плюсы и там и там есть минусы и там и по своему боксу дальше наблюдаю пока все нравится пока нареканий нет но цена либо же x либо же x2 выбирать вам так друзья теперь как и обещал замеряем расстояние от центра центра второго ряда сто семнадцать до сто семнадцать теперь версия ну тут такие же полики эво от центра 120 120 ровно то есть разница есть не пять сантиметров конечно внутри сантиметра разница есть так что это не миф это реально разница есть для объективности скажу что замеряю вот тут есть воздуховоды прямо над вторым рядом но у меня получается из-за люка чуть-чуть подсветка смещена вперед тут она чуть-чуть назад я вот замерял расстояние как раз таки между этими воздуховодами так что вердикт 117 сантиметров от пола до потолка версии с люками версия без люков от пола до потолка 120 сантиметров то есть три сантиметра для наглядности это вот это вот расстояние то есть для кого-то может быть это решающий параметр ну для нас казахов и 117 хватает в общем как то так все есть понравилось жду ваших комментариев лайков подписки обязательно с колокольчиком будем продолжать делать подобные видео всем ровный друг пока пока